МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кунгурский машзавод начал вновь трудоустраивать сотрудников. О планах рассказали руководители предприятия. Уралкалий будет поставлять продукцию в Китай и Индию. Компания подписала два крупных контракта с зарубежными партнерами. Запрет на чартеры снят, но турпотока с Перми в Турцию сильно не вырастет. Свой прогноз дали в тургильдии и краях. РБК Пермь главные новости к этому часу. В студии Станислав Загайнов. До конца сентября Кунгурский машиностроительный завод трудоустроит и 500 человек из числа ранее уволившихся. Полсотни заводчан уже приступили к работе в эту пятницу. Еще 20 вернутся на производство завтра, сообщил телеканал и представитель компании. До конца года руководство намерено принять на работу 700 человек. Все они будут трудоустроены в новое юридическое лицо. Общество с ограниченной ответственностью Кунгурским машзавод. Ранее оно было акционерным. Все цеха планируется запустить в первые две недели сентября. Завод получил заказ на три мобильные буровые установки. В этом году мы собираемся заработать прибыль не более 20 миллионов. Планы на следующий год будут окончательно сформированы в ноябре. Но мы планируем 200-250 миллионов прибыли по следующему году. В общей сложности простое предприятие состоял три месяца. Ранее суд признал Кунгурский машзавод банкротом. Назначил конкурсного управляющего. Причиной банкротства стали долги. Их около миллиарда. В июне этого года почти 600 работников уволились по соглашению сторон. Кунгурский машзавод, основной актив группы компании Кунгур, выпускает агрегаты для ремонта, освоения и бурения нефтяных и газовых скважин. Самоходные передвижные буровые агрегаты, турбобуры и винтовые забойные двигатели. Уралкалий заключил два крупных контракта на поставку хлористого калия в Китай и Индию. Информация об этом появилась на сайте компании. Оба соглашения были подписаны с дочерней компанией Уралкалий. Трейдинг на 100% принадлежащий ПАО Уралкалии. Контракт на поставку 650 тысяч тонн хлористого калия в Индию рассчитан на период с августа 2016 по июнь 2017 года. Продукцию покупает компания IPL, крупнейший индийский импортер минеральных удобрений. С консорциумом и из трех китайских компаний подписан контракт на поставку 600 тысяч тонн удобрений. Он рассчитан до января 2017 года. Как отмечается в сообщении, цена поставляемых калийных удобрений соответствует среднерыночному уровню. Первые чартерные рейсы из Перми в Турцию могут открыться в течение двух недель. Такой прогноз дают в Тургильдии КРЭ. Накануне постановление об отмене запрета на чартерные перевозки между Россией и Турцией подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Этот документ опубликован на сайте правительства. В Тургильдии уверены, спрос однозначно вырастет. Тем не менее, сильного ажиотажа не ожидается. Во многом из-за того, что люди уже спланировали свой отдых на сентябрь-октябрь до снятия санкций. Конечно, спрос есть. Все-таки Турция – это 10 лет минимум нашего организованного отдыха, массового, самого популярного. И поэтому спрос есть. Не скажу, что будет ажиотаж, нельзя этого называть. Но в любом случае спрос будет увеличен при рейсах в Анталию, на Анталийское побережье, которое так любимо нашими туристами. Также эксперты прогнозируют и возможное падение цен на путевки. В Пермской Тургильдии точные цифры не называют, поясняя, что все будет зависеть от спроса. Но по оценкам федеральных экспертов, путевки подешевеют на 30%. Падение цены на евро и увеличение стоимости доллара в начале открытия торгов на московской бирже поддержал и Центробанк. Курс американской валюты вырос на 35 копеек. Завтра доллар будет стоить 65,08. Евро упал в цене на 29 копеек. Курс Центробанка на завтра – 72,79. В Пермь прибыла сборная России по баскетболу. Уже послезавтра они встретятся на отборочном матче чемпионата Европы со сборной Боснии и Герцеговины. По прилету спортсмены сразу отправятся на тренировку. В составе сборной прилетел Тимофей Мозгов, первый в России чемпион НБА. Также руководитель команды Сергей Базаревич. В итоге баскетбола он известен как тренер, отказавшийся от участия легионеров в командах. На данный момент сборная России по баскетболу занимает пятое место в турнирной таблице. Организаторы матча рассказали, что специально для встречи в Доме спорта «Молот» уложили чемпионский паркет, на который две пермские команды по баскетболу стали чемпионами России. Организаторы надеются, что это принесет удачу национальной сборной в предстоящем матче, который пройдет 31 августа в 7.30 вечера. И таковы главные новости к этому часу. Хорошего вам завершения дня и до встречи на РБК. РБК «Перм». Дело. Доставка еды. Перспективный конкурент ресторанов. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова